Сказал, что мы тогда провели референдум под дулами российских автоматов. Мы спросили у чеченского народа, который мы же убивали, мы же его долбили, мы же его артиллерийскими и авиаударами уничтожали. И вот под этим всем гнётом мы у них спросили, хотят ли они быть частью Российской Федерации. И почему ты не рассказал этим иорданским чеченцам, что буквально перед этим референдумом Путин сделал заявление о том, что тот, кто проголосует за Масхадова, проголосует за войну. И он будет уничтожен. Почему ты об этом не сказал иорданским чеченцам? Что перед тем, 13 августа 2019 года, Хадыров встретился с иорданскими, с молодыми ребятами из Иордании, там 150 человек, он сел и с ними провел разговор, так скажем. Ну, скорее, это был монолог. Начать хочу с того, что, значит, обращение к ЧГТРК грязной. Я желаю, чтобы вы, наверное, все там умерли от голода. Как можно на репортаж, на видеоролик, который длится 1 час и 20 минут, как можно напихать рекламы через каждые полторы-две минуты? Вы что там, с голоду все помираете? Вам не хватает государственных денег, которые вам выделяются на эту вашу лживую деятельность? Что вы творите? Зачем вам столько рекламы? Вы что хотите, на этом одном ролике вы хотите закрыть все вопросы финансовые своего лживого телевидения, что ли? Через каждые полторы-две минуты они напихали этот ролик рекламами. Его невозможно просто смотреть, анализировать, как-то что-то там с этим роликом делать. Как так? Короче, перейдем к сути. Кадыров говорит, что его отец, Ахмат Кадыров, ему, мол, то ли поставили условие, то ли сделали предложение подписать документ, что Чечня является субъектом России. И спросили, мы тебя сделаем, значит, главой республики. Если мы тебя сделаем, ты подпишешь этот документ? Якобы, Путин спросил у Ахмата Кадырова. И Ахмат Кадыров, говорит, ему ответил, нет, говорит, я не подпишу такого документа. Я сначала спрошу у народа, сказал Ахмат Кадыров. И вот если мой народ скажет, что он хочет быть частью России, тогда я этот документ подпишу. Я, мол, сам не имею таких полномочий принимать такие решения. И он это объясняет, рассказывает эти вещи вот этим вот иорданским чеченцам, которые никаких, ну, возможно, многие из них даже и не в курсе всех этих событий. Многие даже, наверное, не понимают вот всего того бреда, да, который он несет. Они сидят, действительно, может быть, многие из них берут это все как бы за истину, да, все, что он рассказывает. И все то, что он там делал, вот это все его разговоры, я могу охарактеризовать просто вот таким вот жестом. Понимаете, вот что он там делал. Если, Кадыров, твой отец, выставил такие условия Путину, сказал, что он не подпишет этот документ, не спросив у народа, почему же тогда он пошел на вот этот вот фарс, якобы вы же им говорите, что он типа спросил у народа, когда проводил тот самый референдум. Тогда объясни, пожалуйста, ведь вы все прекрасно понимаете, что референдум не проводится под оккупацией, когда у тебя вся республика захвачена российскими военными, у тебя стоят блокпосты, проходят зачистки, периодически тебя долбят, уничтожают твой народ, и вот под этими дурами автоматов у людей не спрашивают, чего они хотят. Так это не делается. Почему твой отец не сказал Путину, давай, я, значит, спрошу у своего народа, хочет мой народ того, чтобы мы были частью вашего государства или нет? Для этого выведи полностью войска с территории нашего государства, и мы спокойно у себя проведем референдум, зададим этот вопрос гражданам нашего государства. И если они захотят, ответят, что да, мы хотим, тогда мы, значит, войдем в состав вашего государства. Почему твой отец так не сказал? Вместо этого твой отец пошел на этот фарс, который не признан ни одним государством в этом мире, и этот референдум, проведенный у нас, он не признан ни одним государством в этом мире. Все прекрасно понимают, что референдум так не проводится. Вопросы народу не задаются под дулами автоматов. Почему же он пошел на это? Почему ты это не сказал иорданским чеченцам? Почему ты им не сказал, что мы тогда провели референдум под дулами российских автоматов? Мы спросили у чеченского народа, который мы же убивали, мы же его долбили, мы же его, значит, артиллерийскими и авиаударами уничтожали. И вот под этим всем гнётом мы у них спросили, хотят ли они быть частью Российской Федерации. И почему ты не рассказал этим иорданским чеченцам, что буквально перед этим референдумом Путин сделал заявление о том, что тот, кто проголосует за Масхадова, проголосует за войну. И он будет уничтожен. Почему ты об этом не сказал иорданским чеченцам? Что перед тем, как провести референдум, сначала была захвачена наша республика, мы были под оккупацией, потом Путин запугал ещё всех, сказал, что если вы попробуете только, не проголосуете там за Кадырова, мы вас будем уничтожать как террористов в сортирах. И после этого пошли, значит, провели этот референдум, на котором большинство нашего народа и не участвовали. И чтобы создать хоть какую-то видимость этого референдума, вы туда погнали всех военнослужащих российских. Почему ты об этом не рассказал иорданским чеченцам? И ещё самое интересное. Почему ты не рассказал о том, что твой отец перед тем, как провести этот референдум, он почему-то решил дать 15 тысяч долларов взятки, взятку, 15 тысяч долларов суду шариатскому, так называемому, для того, чтобы они отменили то решение по поводу него, о приговоре с вынесенным Кадырову, о смертной казни. Почему ты об этом не рассказал? Почему твой отец перед тем, как провести вот этот референдум, спросить, как ты говоришь у народа, хочет народ быть частью России или не хочет, почему перед этим твой отец даёт 15 тысяч долларов российских денег, берёт у России 15 тысяч долларов и даёт эту взятку суду, чтобы этот суд отменил смертную казнь, всю, значит, ответственность возложил на Масхадова, распустил сам себя этот же суд своим же указом. И только после этого твой отец проводит вот этот референдум, задаёт вопрос народу. Почему ты об этом не рассказал иорданским чеченцам? Субтитры создавал DimaTorzok